знаете я давно хотел с вами поговорить насчет одного моего но возможно даже открытия потому что это серьезная очень серьезная тема и сейчас я вам ее попробую впервые изложить доложить чтобы вы поняли что существуют некие такие фундаментальные непонятки в нашей с вами науки которые принято были когда-то вот так на веру и не подвергаются повторному изучению чтобы попробовать в них найти какую-то ошибку так вот система здесь касается этого поиска ошибок того самого момента преломления света который происходит через треугольную линзу и который все вы наблюдали и все мы можем наблюдать в любой момент то есть белый цвет попадает под каким-то углом к поверхности стекла допустим и этим стеклом из-за этого угла он расщепляется на несколько своих цветов ну некоторые знают эту поговорку который называется каждый охотник желает знать где сидит фазан которые первыми своими буквами определяет последовательность цветов которые происходят после этого разложения а сам процесс всегда считался разложением белого цвета на компоненты других цветов и второй фрагмент этого опыта он сводится к тому что если дальше идет следующая трапеция вот это треугольник то он собирает эти самые разбросанные лучи опять в один и тот же белый цвет вот такая ситуация и когда это еще в ньютоновские времена то есть пару веков тому назад наука смотрела за этой оптикой и за этими явлениями она приходила к одному и тому же выводу что да действительно что белый цвет разлагается на компоненты цветов а потом соединяется в них же и естественно то что наблюдал наблюдатель он видел что это происходит перед его глазами и вывод наблюдателей был такой что действительно для каждого цвета возможно существует свой угол расщепления падения и отражения этого белого цвета и из-за этого угла происходит отклонение на разный угол из-за этого происходит расщепление белого цвета на разные углы отклонения естественно физика потом свела это все скорости волны света к ее периоду частоте длине волны и те волны которые имеют большую частоту они отворачиваются на больший угол а те которые меньшую частоту то есть инфракрасные и красные те отклоняются на меньший угол вот такая ситуация я задумался впервые над ней знаете когда когда смотрел на луну или на солнце и по одному глазу вставил какой-нибудь прибор ну допустим монокль или может быть даже тот самый телефон чтобы снимать то самое солнце или луну и получался интересная штука одним глазом ты смотришь в натуральный объект который не меняет своего положения и никак не изменяется вовсе а другой глаз на протяжении которого поставлена какая-то линза или система линз он приближает или удаляет тот же самый объект который ты наблюдаешь вторым глазом и вот я никак не мог понять ситуацию с этим самым объектом то есть либо эти самые монокли или бинокли либо они расщепляют как-то образ и что-то с ним делают и не поймешь чего получается во втором глазе либо существуют какие-то другие подходы и над этой темой я думал честно говоря более наверное десяти лет потому что никто объяснить не может спросить невозможно потому что ты сам плаваешь в этом вопросе и вообще даже ситуация ну никак не понятно вы подумайте так вот после видео над ней и подумайте в тихом в состоянии чтобы представить что же происходит с образом или самим телом потому что если представьте себе что вы например древний человек и вам дают какую-то линзу на второй глаз и за счет этого приближается объект то вы понимаете как древний человек что у вас расщепился этот объект один из них остался там а вторая даже не копии потому что люди тогда не понимали снова копии вторая половина этого объекта или часть этого объекта или он же сам приблизился к вам почти в глаз так вот на основании всех этих своих раздумий исследования вдруг как-то пришел к выводу очень интересному который сейчас я вам и доложу дело в том что когда мы смотрим на расщепление белого света в той самой призме в какой-то на семь цветов радуги то мы тогда наблюдаем не столько отклонений вот этих всех цветов на разные углы сколько опаздывание то есть когда белый цвет идет он идет пакетом пакетом информации и когда он поступает с разной скоростью информационные его блоки идущие с разной скоростью поступают на какое-то вещество которое находится внутри этой призмы то тогда каждый этот пакет внутри белого света он тормозится об это вещество со своей тормозной скоростью и чем больше торможение и отклонение физическое то есть такое технологическое техническое торможение этого фрагмента скорости света тем больше они куда-то отражаются и как-то запаздывают получается вот этот спектр цветов который потом если мы ставим вторую такую призму то он опять собирается в белый цвет и ничего как бы не происходит и проблема в том что наблюдатель который смотрит за этим разложением белого цвета на составные цвета он не понимает и не может зафиксировать изменение скорости света и разницу компонент скорости света в белом пучке а вот теперь то получается мы с вами и понимаем когда берем тот самый бинокль монокль одним глазом смотрим на обычную луну а вторым начинаем ставить какой-то прибор ну например тот же самый наш с вами фотоаппарат ставим прибор на втором глазу и начинаем двигать его всеми этими причиндалами удаляя приближая ту самую луну что мы делаем мы ее изображение вторым глазом помещаем в тот самый прибор а потом мы задерживаем или ускоряем движение этого света который идет от луны по отношению к нашему глазу поэтому когда мы задерживаем его я условно говорю затормаживаем этот цвет то тогда вторая луна отдаляется от нас подальше чем источник исходник этой луны а когда мы немножко ускоряем за счет электрических или оптических каких-то других свойств среды которые у нас там есть в этой линзе тогда это луна вторая она приближается к нашему глазу то есть получается у нас оптика вся сводится к операциям со временем со временем я уже делал фильм про время вот второй фильм который рассказывает что оптика вся построена на операциях со временем мы просто этого не понимали тогда двадцатом девятнадцатом веках но сейчас пришло это время чтобы мы поняли всю эту систему я вам впервые о ней говорю в итоге получается когда белый цвет падает на ту самую линзу или ту самую трапецию он испытывает на себе влияние и материала таким образом что некоторые слои они как бы акцентированы или может быть впадают в резонанс хотите так скажите с более медленными компонентами света тогда они их либо быстрее отодвигают туда вперед либо еще как то а вот те которые более неправильно не совпадают или наоборот по каким-то параметрам где-то в чем-то там в терции в какие-то аккорды совпадают с реальным светом с белым они отклоняются там на почти перпендикулярные направления и когда заново белый пучок собирается из этих цветов если бы у нас были возможности его проиндексировать внутри вот эти компоненты мы бы увидели что он этот белый цвет который уже вторично вышел из этой трапеции он уже составлен не так когда он входил в нее а многие диапазоны частот которые содержатся цветов в этом уже новом вторичном белом цвете они либо запаздывают либо движется быстрее и из-за этого в перемешанном состоянии они опять белые но разница между ними по фазе уже состоялась и это все легко точнее легче понимается когда обращаешься к технологии музыкальных инструментов потому что там все это когда ты сидишь паяешь все эти синтезаторы и различные ревербераторы там все это все операции со временем происходит у тебя на кончиках пальцев ты ими можешь управлять буквально как некий такой знаете художник или может быть какой-то инженер который паяльником управляет временем в нужном ему направлении и вот этот вот распыленный спектр света который мы получаем при падении на трапецию на призму того самого белого цвета он если ему давать определение музыкальное больше похож на тот самый голос или звук музыкального инструмента или сигнал который сопровождается многократными задержками которые сделал ревербератор та самая призма которая расщепляет белый цвет на цвета она работает как ревербератор каждый цвет получается как новое отражение эхо от того самого сигнала который был первоначально передан тем самым белым цветом польза здесь очень простая в этом открытии в этом изобретении я не знаю что она конечно существует но вряд ли я ни разу не слышал о нем польза здесь вот какая что можно ввести ну и дальше я уже не буду рассказывать там уже дальше секрет